Как из-за бюрократии, неумелого управления и личной неприязни умирают дети? Почему единственному хирургу, который может помочь спасти жизни детей, не дают проводить операции? Как государство игнорирует обращения родителей, чьи дети на волоске от смерти? Обо всем этом смотрите в сегодняшнем выпуске. Такую тему я никогда не записывал, но не смог пройти мимо. Почему? На кону сотни жизней детей. Кто подписан на мой инстаграм, замечал, что я иногда делаю репосты и помогаю благотворительному фонду Клуб Добряков. Я наблюдаю за ними давно и уже около года читаю посты про историю врача-хирурга Михаила Михайловича Каабака. Сейчас ситуация дошла до такой точки, что я уже не смог оставаться в стороне. И хочу вам рассказать, что происходит в нашей системе здравоохранения и некоторых заведениях. Я не знаю, получится ли у меня донести самую суть, но я попробую. В надежде, что мои коллеги, блогеры и зрители отреагируют на эту ситуацию и поддержат детей, их родителей и врачей. Каждый репост, каждая подпись петиции может спасти жизни. Сразу хочу сказать, что какие-то вещи мы сократили, урезали, чтобы выпуск не получился на 2 часа. Оставили самую суть. Чтобы разобраться в ситуации, я связался с мамой ребенка, которому пересадили почку. Ее зовут Марина Десяцкая. В январе 2020 года она основала пациентскую организацию Тимида, чтобы помогать другим детям и родителям, которые оказались в похожей ситуации. За 2020 год организация совместно с юристами помогла выдать лекарства детям почти на 6 миллионов рублей от государства. И сейчас 31 ребенок подопечной Тимиды ждет операцию по пересадке почки и может ее не дождаться. Хотя есть талантливый и уникальный врач, который готов прооперировать. А еще 300 прооперированных ранее детей рискуют остаться без наблюдения и необходимой поддержки. Трехлетний сын Марина Десяцкой тоже может оказаться среди этих 300 детей. Марина знает лично каждого ребенка, который сейчас ждет пересадку. Такие же дети, как мой, это мои дети, по сути. Такие же, как и... Ну, я и не могу в этой ситуации ничего не делать. Поэтому она в третий раз открывает петицию на Change.org и продолжает бороться. Есть врач Михаил Михайлович Каабак, руководитель отделения трансплантологии НЦЗД. Пациенты стоят за него горой, потому что это уникальный хирург. По факту, больше никто в нашей стране не делает таких операций. Михаил Каабак спасает детей в самых сложных случаях, когда остальные центры не могут помочь. Ему ставят палки в колеса, и с 1 апреля он фактически не может оперировать. Причем личные разборки, которые могут стоить детям жизни, происходят прямо внутри медицинского центра, где работает хирург. Для общей картины важно знать, в чем уникальность доктора и почему пациенты стремятся попасть именно к нему. Во-первых, в России только он один использует индукционную терапию. То есть перед пересадкой почки малышу вводят два препарата. Для справки название этих препаратов будет на экране. Они зарегистрированы в России и свободно продаются. Но эти препараты рекомендованы для других болезней и не включены в протокол Минздрава для трансплантации почек. Отсюда возникают проблемы, о которых мы еще поговорим. При этом сама по себе индукционная терапия не разработка Михаила Михайловича. Это нормальная практика за рубежом. Препараты разработали в Кембридже. А подобные операции начали проводить в Питтсбурге. И теперь в мире их проводят повсеместно. Что дают эти препараты? Эти препараты дают несколько преимуществ. Одно из преимуществ это возможность пересадить почку ребенку с критической низкой массой тела. Когда ребенок в связи с тем, что у него не работают почки, что тяжело идет диализ и нет возможности дальше набирать вес, есть возможность его спасти прямо здесь и сейчас. Потому что вот как в ноябре было с ребенком, он весил на момент операции 5 килограмм. Он не мог больше набирать вес, потому что у него совсем не шел диализ. То есть аппарат, который бы выполнял функции почки, он не работал на ребенке. Ну, вот из-за особенностей этого ребенка. Соответственно, у ребенка было два варианта развития событий. Либо умирать, либо попробовать сделать трансплантацию даже с таким критически низкой массой тела. Что, собственно говоря, и было сделано. Ребеночек дома набирает килограммы и так далее. Один из важных плюсов в целом, независимо от веса, это возможность жить без гормонов. И любой человек, который сейчас принимает гормоны, наверное, ну, как никто другой понимает меня в этом вопросе. И многое бы отдал за то, чтобы не принимать гормоны. Третий момент – это возможность продлить срок службы почки. Потому что пересаженный орган, он не работает вечно. Он работает определенное количество времени. И от того, на каких препаратах ты пересаживался и сколько проработает эта почка, будет зависеть, какое количество раз тебя будут оперировать. Надо понимать, что каждая последующая трансплантация дается сложнее. То есть, чем меньше у тебя будет трансплантации за твою жизнь, тем лучше это то, к чему стремятся все. Выживаемость лучше. На данный момент та статистика, что имеется, те научные работы из Америки, с Китая, с остальных, с европейских стран, она говорит о том, что на препаратах, которые использует Михаил Михайлович, трансплантация, почки, почки выживают дольше. Дольше могут работать в организме пересаженного ребенка или взрослого. А гормоны приходится всю жизнь пить, принимать? Если при обычной терапии, при той, которая рекомендована Минздравом, то гормоны пьются до тех пор, пока работает орган. И есть, конечно, редкие исключения, когда по жизненным показаниям нет возможности принимать гормоны у людей. И в таком случае у них и орган меньше живет. Но остальные-то принимают пожизненные эти гормоны. И это достаточно серьезная нагрузка на организм. А с этими препаратами, о которых мы начали говорить, там сокращенная доза гормонов или можно без них обходиться? Когда мы, вот если ребенок пересаживается с препаратами, которые применяет Михаил Михайлович, то он вообще не пьет гормоны. Вообще, то есть ни в каких дозировках. То есть вот мой ребенок два года после пересадки будет через пять дней. И мой ребенок не принимает гормонов. Вообще не пьем его. И мы совсем на других дозах иммуносупрессии находимся. То есть если делать пересадку с другими препаратами, ну с классической схемой, скажем так, там совсем другая дозировка тех препаратов, которые подавляют иммунитет, на которой мы все находимся пожизненно. Мы на меньших дозировках находимся. Это тоже дает определенные плюсы. Мы легче переносим простудные, вирусные заболевания. Мой ребенок ходит в общую группу садика. И любой родитель меня сейчас вот так поймет. Потому что даже детей без супрессии в этом возрасте многие берегут и не отправляют в садик, потому что они не вылазят с больничных. У нас получается, в общем-то, и ходить в садик, и вылазить с больничных. Тогда логично, что родители пытаются попасть к Михаилу Михайловичу. И шанс, что ребенок не будет пить всю жизнь гормоны. Либо пойти путем Минздрава, если еще возьмут ребенка, штат 9 лет, 15 килограмм. Либо пойти этим путем и пить всю жизнь гормоны. И в садике делать еще в течение жизни, как я понимаю, нужно будет трансплантацию. В любом случае, ни препараты Михаила Михайловича, ни классическая терапия тебе ничего не гарантируют, потому что это медицина. И здесь очень много все зависит от той иммунной системы, которая есть у ребенка, и как она среагирует на все это происходящее. Но когда ты находишься в начале пути, ты хочешь выбрать наилучший путь для твоего ребенка. Это не значит, что другие центры плохие. Это значит, что каждый может для себя выбрать соотношение плюсов и минусов и пойти той дорогой, которая ему подходит. Это круто, когда у 5-килограммового ребенка есть выбор. Попробовать с этими препаратами пересадиться в 5 килограмм. Или изобретать какой-то способ, чтобы каким-то образом дожить до другого веса, с другой совсем, с другим уроном. Плюс чем дольше ребенок находится на диализе, тем в худшем состоянии он приходит на пересадку. Потому что диализ тоже несет урон определенный. Потому что диализ — это когда человек попытался сделать из того, что не предусмотрено к этому, спасительный вариант продления жизни детям. То есть используется вход, используются брюшины, которая не должна выполнять функцию почки. Но ее вот так вот как-то пытаются сделать. Это не всем подходит. Это же все изнашивает организм. И то ли ты приведешь ребенка на пересадку, который сильный, крепкий, то ли ты умирающего ребенка приведешь на пересадку, но зато с каким-то весом. Это тоже такой, ну, это все, конечно, плоскость профессионального сообщества, которые должны решать вопросы. Но если профессиональное сообщество хочет что-то решать, это, наверное, должно происходить должным образом, а не как это происходит сейчас, куларно. Еще один плюс индукционной терапии — после пересадки нужно пить намного меньше препаратов, которые подавляют иммунитет ребенка. Принимать их все равно приходится, чтобы организм не отторгал донорскую почку, но в гораздо меньшем количестве, чем по обычному протоколу. Во-вторых, доктор помогает детям весом от 5 килограмм. Другие центры трансплантации оперируют малышей только от 9 или даже от 15 килограмм. Больше половины пациентов Михаила Михайловича — это те дети, которых не принято спасать. А Михаил Михайлович хватается за любой шанс. В беседе Марина привела пример спасенного мальчика Диму Лебедева. В 7 лет он весил 12 килограмм и не ходил никогда. Сам он уже не ел и получал питание через вены. А потом его увезли из Питера в Москву на операцию к Михаилу Михайловичу Каабаку. В декабре 2018 года мы приехали на консультацию к Михаилу Михайловичу первый раз. И я так робко спросила, я говорю, вот знаете, мы лежали с Лебедевыми. Может, вы знаете, что с ними? Потому что, ну, вот я помню. Антики. Димка, что ли? Ща покажу, смотри. Достают видео и показывают мне, как эта Димка плавает в бассейне и едет на велосипеде. Вот с такими щечками сам. Ой, мы как начали реветь с мужем, потому что он вообще не жилец был. В-третьих, у Михаила Каабака лучшие результаты по операциям в России. Не только среди детей, но и среди взрослых. Он оперирует уже 27 лет. И его полная статистика операций есть в открытом доступе. Чуть ли не в онлайн-режиме. Это тоже большая редкость. Вот за эти возможности и бьются родители сейчас, защищая Михаила Михайловича. Таких хирургов надо охранять, поддерживать и помогать им. А у нас получается наоборот. На момент записи интервью с Мариной Десяцкой доктор уже 21 день не может делать операции. В любой день может умереть ребенок, который не получит почку. Как такое вообще могло получиться? В интервью Марина рассказала о нескольких важных этапах истории. Все началось в 2019 году. До этого момента Михаил Михайлович и его команда много лет работали в РНЦХ. Это крупный центр, где детям и взрослым делают операции. И параллельно доктор работал на четверть ставки в НЦЗД. Это тот самый медицинский центр, с которым связаны нынешние проблемы. Раньше Михаил Коабак был там совместителем. Несколько раз в год делал операции. В 2019 году Андрей Фисенко, директор НЦЗД, пригласил доктора работать в центр на постоянной основе. Предложил все необходимые мощности, чтобы создать первый в России детский центр трансплантации. Михаил Михайлович ушел из прежнего места работы, но в НЦЗД его отказались неожиданно устраивать на работу. И уволили даже со ставки 0,25. Представляете? Замечательно, поразительно, гениально. Кроме того, отделение трансплантации закрыли и в буквальном смысле выгнали детей и родителей из стационара. В результате два ребенка погибли, потому что врачам не дали оказать им помощь. Я звоню Михаилу Михайловичу, я говорю, Михаил Михайлович, а почему Настя Орлова умерла? Он такой, Настя Орлова умерла? Я такая, ну да, он такой, подожди секунду, я слышу, что он хлипает и просто плачет. Ну, он просто плачет, потому что не дали ему спасти этого ребенка, он мог его спасти. Поднялась шумиха в СМИ и блогерской среде, подключились федеральные каналы. И тогда Марина Десяцкая создала первую петицию, которую подписали 550 тысяч человек. Общественный резонанс сработал. Друзья, сегодня ситуация очень похожая. В центре снова творится абсурд. Дети ждут и не получают помощь. И прямо сейчас идет сбор подписей под новой петицией за отставку администрации Ефисенко. Мы будем разбирать историю дальше, но если вы уже готовы поддержать Михаила Каабака и его пациентов, переходите к петиции по ссылке в описании под видео. Ну а мы продолжаем. После публичного скандала отделение открыли заново и врачей восстановили. Но никто даже не извинился и никто даже не ответил за гибель двоих детей, которым не было и года. Михаила Михайловича взяли на работу, причем с повышением, сделали его заведующим отделения трансплантации. Возобновились операции и до апреля 2020 года все было нормально. Потом случился новый кризис. Начали вставлять палки в колеса. Пытались уволить половину команды Михаила Каабака. Не подписывали врачебные комиссии на применение препаратов для пересадки. Плюс под шумок коронавируса руководство попыталось убрать отделение Михаила Михайловича из плана центра. Тогда пациенты снова создали петицию против директора НЦЗД. Неожиданно вмешался Минздрав и ситуация решилась очень быстро. А начиная с осени 2020 года и до настоящего момента положение опять ухудшалось. Постепенно затягивали гайки. Например, перестали закупать жизненно важные препараты для отделения. Отказались расширять штат. На какое-то время вводили согласование для пациентов Михаила Михайловича Каабака как фейсконтроль в клубе. И самое страшное, теперь ни один ребенок не допускается к трансплантации, пока не пройдет 4 врачебные комиссии. По сути, это парализовало работу отделения. Что происходит в апреле 2021 года? Расписания консилиумов нет. Консилиум – это как раз-таки то собрание врачей, на котором и принимают решение, делать операцию ребенку или нет. И таких консилиумов должно быть как минимум 4, чтобы допустить одного ребенка до операции. Не провели ни одного. Бумаги не подписывают неделями. И повлиять на это никак нельзя. В апреле одному из детей пришла донорская почка. Но он потерял свой шанс быть прооперированным. Потому что ему не подписали документы. Даже по одному консилиуму из трех. И неизвестно, когда подпишут. А ведь по закону все эти комиссии не нужны. Для допуска к операции достаточно, чтобы хирург, реаниматолог и лечащий врач подписали одно единственное заключение. Но в НСЗД вводят свои внутренние правила, которые мешают врачам оперировать детей. Сначала была надежда построить диалог с руководством и найти компромисс. Но теперь ее нет. Стало очевидно, что администрация просто сводит личные счеты с командой Михаила Каабака. И придумывает преграды на пустом месте. Все действия руководства направлены на то, чтобы развалить отделение трансплантологии. И, по мнению многих, стоит за всем этим директор НСЗД Андрей Фисенко и его приближенные. Сейчас родители создали петицию об отставке действующего руководства НСЗД. При этом пациенты ничего не требуют от государства, ничего не просят. Все, что только можно, родители делают сами. Необходимые лекарства получают через фонды и лишний раз не привлекают внимания Минздрава. Единственное требование, чтобы врачам дали работать нормально. А пациентам дали возможность самим выбирать себе врача, которому они доверяют. Ведь это разрешено законом. Михаила Михайловича Каабака могут уволить в любую секунду. Потому что он получил два незаслуженных выговора по одному пациенту. За то, что фонд Помоги.орг купил препараты и доктор их использовал. Это не запрещено законом. Но НСЗД считает, что Михаил Каабак что-то нарушил. По сути, в правовом поле образовалась дыра. Ведь пациенты имеют право покупать в личных целях любые лекарства. Но в то же время есть закон, который запрещает врачам использовать препараты, полученные от третьих лиц. В отделении препаратов нет. Их закупает фонд. И НСЗД выворачивает ситуацию так, что это выглядит нарушением. Хотя мальчику, который получил лечение, стало лучше. Он выписан домой, у него все хорошо. А врачу делают при этом два выговора по одному и тому же ребенку. За каждый раз, когда был введен препарат, который помог. Препараты помогли и за это выговор. Ну да, ребенок уже дома. Он скачет, как маленькая пони. У него все прекрасно. Ребенку стало лучше. Дефектов оказания медицинской помощи не было. Со стороны родителей, наоборот, мама ходит и отбивает пороги и говорит, перестаньте трогать моего врача. Все хорошо, у меня нет претензий. Я наоборот рада. Один из препаратов, который капали перед пересадкой, называется Экулизумаб. Он свободно выдается Минздравом на руки пациентам, которые страдают болезнью под названием АГУС. Расшифровка будет на экране. И пациенты по всей России ездят с этим препаратом в стационары и капают его даже в НЦЗД. И в тот момент, когда Михаил Михайлович получил выговор в соседней палате, ребенку с АГУС капали этот же самый принесенный из дома препарат. Если история не связана с трансплантацией, то нет разницы, где и как ты купил это лекарство, никого не волнует. Но если оно использовано для трансплантации и в закупке не участвовал договорной отдел НЦЗД, будут проблемы. Что будет, если Михаила Михайловича уволят? Это будет значить, что 31 ребенок, который сейчас ждет почку и ждет пересадки почки, останется без операций, а более 300 детей останется без наблюдения. Это значит, что вот эти 300 детей, которые уже есть пересажены, даже их больше на самом деле, они останутся без возможности наблюдаться трансплантологом, который умеет вести детей на индукционной терапии. Мы же ведь не такие, как остальные. Мы-то не принимаем гормонов, мы находимся на других концентрациях препаратов. У нас немножко другое течение жизни после пересадки. 300 детей вот этих. Да, да. То есть, получается, мы попадем в руки к врачам, которые никогда таких детей не наблюдали. Они не знают, что с ними делать. Они не знают их совместимости. То есть, мы окажемся подопытными кроликами для других центров, по сути. Что будет с детьми, которые сейчас ждут операцию? Кому-то из них, вероятно, помогут в других центрах. Но некоторые дети не смогут получить равнозначную помощь больше нигде. Просто потому, что это другие врачи и абсолютно другая технология пересадки. Сложилась абсурдная ситуация. Можно помочь 31 ребенку. Каждому без исключения. Даже со сложными случаями, за которые больше нигде не возьмутся. Для этого есть врачи с необходимым опытом и знаниями, с оборудованием. Есть больницы, где можно оперировать. И все, что отделяет детей от спасения, это нежелание руководства НЦЗД работать нормально и не сводить личные счеты. Причем страдают в этой ситуации в первую очередь дети и их родители. Один из зам Михаила Михайловича, Надежда Николаевна, она получает 70 тысяч. 70 тысяч за то, что она по 12-13 часов стоит над операционным столом и сшивает маленьких деток. Но будем честны, им положа руку на сердце. Она не найдет в Москве работу за 70 тысяч? Найдет. А Михаил Михайлович не найдет себе другую работу с его-то опытом, с его-то стажем? Найдет. Это мы, дети, останемся в ситуации, когда нашей жизни просто разменяли. С 1 апреля отделение парализовано только потому, что врачебные комиссии не подписывают документы, новые операции не согласовывают. При этом открыто никто не говорит, будет ли отделение работать дальше. Они, видимо, ждут, что у кого-то из родителей умрет ребенок, и остальные родители, посмотрев на это, убегут. Или я не знаю, что еще сделать. Ну хорошо, те, кто до пересадки, может, убежит. А я не убегу никуда. Мне с моим ребенком после пересадки бежать некуда. Операции сейчас не проводят. Но дети после трансплантации хотя бы могут приходить на прием и наблюдаться на дневном стационаре. Это право родителям тоже пришлось отвоевывать. В феврале 2021 года не обошлось без помощи адвоката. При этом руководство центра не дает никаких комментариев о ситуации. И уже не только в открытую ставит преграды, но и из-под тяжка пытается повредить репутации Михаила Каабака. Спустя какое-то время после того, как родители создали петицию, в Инстаграме появился аккаунт. В нем пытаются очернить Михаила Михайловича. Пишут, что он преступник, потому что делает вещи, которые никто больше в России не делает. Рассказывают, что он якобы что-то ворует у пациентов. Вываливают подробности закрытого арбитражного дела между фондом и поставщиком препаратов, которые по закону не должны разглашаться. Аккаунт обезличенный, но родителям было несложно вычислить его владельцев. И во всех соцсетях этот человек оказался связан с начальником договорного отдела НЦЗД и пресс-секретарем НЦЗД. Ну то есть они почему-то думали, что сейчас все так впечатлятся тем, что у Михаила Михайловича есть Мазерати старенькая. Ну и что? Хорошо. Он у меня не просил этого Мазерати. Мне вот как пациенту вообще плевать, на чем он ездит. Вообще этот Мазерати ему очень давно подарил один из благодарных пациентов. И если бы у меня были бы такие деньги, понимаете, просто если бы я была очень богатым человеком, я бы ему и дом в Монако подарила бы, честно, за то, что он делал для моего ребенка. Все, что я подарила за все время общения с врачами, я подарила им корзину с фруктами. Когда мы его ребенка пересадили. Это вообще смешная история, потому что я подарила им корзину с фруктами, поднялась в реанимацию к маме и сыну, посмотрела, чудо как. Все, спускаюсь вниз к Михаилу Михайловичу. Он стоит в ординаторской, ест персик из этой корзины фруктов. Вот так ест, а вот здесь кусок земли висит. Я такая, Михаил Михайлович, вы что, даже фрукты не помыли, что ли? Он такой, ааа, больше грязи шире морды. И дальше сидит, ест. Я говорю, господи, это профессор же такой. Сидит, ест грязный персик. Ну, потому что у меня нету столько денег, чтобы это было эквивалентно той благодарности, что у меня есть. Мне стыдно подарить им 5000, например. А у меня больше правды нет. Ситуация сейчас усугубляется очень стремительно. Пока мы готовили выпуск, появились плохие новости. Во-первых, руководство НСЗД подписало приказ, в котором запрещает докторам всех отделений использовать лекарства не из аптеки медцентра. Обеспечиваться препаратами для пересадки через фонд теперь нельзя. Но и в самом НСЗД их невозможно получить. Замкнутый круг. Во-вторых, к отделению Михаила Каабака представили комиссию. Она проверяет, как заполняются истории болезней. И вместо того, чтобы помогать детям, врачи теперь переписывают документы по несколько раз. Все это напоминает откровенное издевательство со стороны администрации центра. Один за одним выходят приказы, которые противоречат законодательству и лишают детей права на медицинскую помощь. Какие еще проблемы искусственно создаст руководство? И почему крайними в этих разборках оказались дети со смертельными заболеваниями, которые ждут помощи прямо сейчас и могут ее не дождаться? У родителей сдают нервы. И некоторые готовы буквально пойти в Минздрав и стоять на коленях. Я очень боюсь, что кто-то из родителей сделает глупости сейчас. Потому что все настолько уже как струны с 2019 года живут, в ощущении того, что кто-то придет и кого-то опять не станет из детей. Друзья, если вы тоже сопереживаете врачам, родителям и детям в этой ситуации, помочь очень просто. В описании под видео есть ссылка на петицию. В ней родители требуют у Минздрава уволить руководство центра во главе с Андреем Фисенко. Поддержите петицию, чтобы единственное в своем роде российское отделение трансплантации продолжало работать и спасать жизни детям. Мой ребенок, например, ему сейчас 3,5 годика. В данный момент, когда мы с вами говорим, он у меня в садике находится. Он у меня выучил стишки, у него есть друзья. Он не знает всего того ада, который сейчас происходит. И то, что он сейчас может ходить в садик, это заслуга наших врачей. У меня очень непростой ребенок. Я просто хочу это сделать для того, чтобы этим детям дали такой же шанс, как дали моему ребенку. Потому что, блин, это крутая жизнь, она того стоит. Вот такая жизнь, она правда стоит, чтобы за нее бороться. На момент работы с этим выпуском уже прошло определенное время. Появилось развитие ситуации. Что сейчас происходит? 23 апреля директор центра Андрей Петрович Фисенко выпустил указ, который запрещает врачам использовать препараты, полученных от третьих лиц. Когда я прочитала этот приказ, у меня возник вопрос, а как вы ранее тогда за это дали выговоры? Если приказ о том, что это делать нельзя, вы выпустили сейчас, а выговор вы за это сделали 3 недели назад. Если это и так было нельзя, зачем было выпускать приказ? А если до появления этого приказа это можно было делать, то за что выговор? Соответственно, что оказалось конкретно с моим ребенком? Какая ситуация произошла? Мой ребенок нуждается в том, чтобы два раза в месяц ему капали иммуноглобулин. Иммуноглобулин мы этот получаем от Департамента здравоохранения Москвы. То есть нам его официально выдает Минздрав. И мне его не разрешают сейчас прокапывать в НССД, ссылаясь на то, что вот есть этот приказ, он запрещает брать препараты от третьих лиц, а я для НССД третье лицо. Мы вот разговаривали с заведующей отделением, которая сообщила примерно следующее, что вот вам же говорит, кто дает рецепт. Мы говорим, ну вот там-то, там-то дают нам рецепт. Вот и капаетесь там-то, там-то. Мы такие, стоп, нам дают рецепт, мы с ним идем в обычную поликлинику, в аптеку, льготную аптеку, то есть это не аптека при больнице, нам не больница выдает эти препараты, нам выдает эти препараты аптека, дает нам их в сумку, в склад элементами, мы берем эти препараты, и дальше нам ровно одинаковое время ехать, что до НССД, что до той больницы, которая нам выдает эти рецепты. На что нам говорят? Вам нужно ехать в ту больницу, потому что так будет правильно. Если вы приедете к нам с этими препаратами, то мы не можем гарантировать, что они безопасно были привезены. Возникает вопрос, а как наличие рецепта из больницы обезопасивает вообще транспортировку? Потому что если я еду с сумкой, и если я не захочу соблюдать правила транспортировки, куда бы я ни приехала, я их не соблюду. Короче, я эти правила не смогу выполнить. Да, да, не смогу эти правила выполнить. Никаких меняемых ответов не происходит. Вот мы во вторник были на капельнице, на нашей заключительной в этом учреждении. Вечером мне позвонил врач, сказала, что все, как бы, мы вас через две недели не ждем, потому что дневной стационар НССД вам не может предоставить ему на гублин. Это дорого. Это как бы, мы вам ничего этого делать не будем. Принимать ваши препараты, которые вам дает Минздрав, мы тоже не будем. Поэтому идите куда хотите. И нам предложили еще один из вариантов. Если мы хотим два раза в месяц капать с иммуноглобулином, мы должны ровно месяц пролежать в стационаре. То есть, допустим, в случае с моим ребенком, я должна сейчас собрать всю свою семью, видимо, и переехать в НССД жить. Потому что иначе способа получать иммуноглобулина нет. И вот мы оказались в такой ситуации, что мы никому сейчас не нужны. То есть, нас спинают, нам говорят, ну, вы можете там получить, вы можете там. Да, мы технически можем получить эту капельницу и в другом медицинском учреждении. Но какое это отношение имеет к наблюдению после пересадки нашим лечащим врачом? Наш лечащий врач находится в НССД. У нас есть право по закону наблюдаться в том центре, где нам была сделана трансплантация. Наше право у нас забирают тем, что не покупают этих препаратов, считая, что это дорого, и не разрешая использовать те препараты, что нам дает Минздрав. Кстати, в понедельник, когда отказали трем пациентам в капельнице, приехал адвокат в НССД. Наш адвокат для того, чтобы попытаться найти какой-то консенсус. Он предложил несколько безопасных схем, как сделать так, чтобы и НССД было безопасно, чтобы он не нес никакой-то ответственности и себя обезопасил, и чтобы пациенты при этом получали полный спектр лечения. Никакого компромисса найдено не было. Его отправили к главврачу, который его не принял, его как бы не было, не знаю, где он был в середине рабочего дня. После того, как адвокат покинул стены НССД, его занесли в черный список и на допрос вызвали всех, кто участвовал в том, чтобы он попал в стены больницы. Все. То есть найти какой-то оптимальный вариант в этой ситуации для того, чтобы дети не страдали, никто не хочет. То есть здесь принципиальная позиция, что сдохни или умри. Вот примерно так. То есть здесь нету третьего варианта, который бы... Ну, то есть там не идут на компромисс. Вчера девочки пытались записаться на личный прием к главврачу или к Фисенко, но после того, как администратор слышит фразу, что мы вот с отделения заместительной почечной терапии, они говорят, что для вашего отделения приема нет. Все. Круг замкнулся. Нам не с кем разговаривать, потому что с нами никто не разговаривает. Мы для всех невидимка. Мы для всех невидимка.